Улица Рогожникова в Ставрополь. Вот недавно делал видео, что надо здесь остановки сделать. Молодцы, я за это дело похвалил. Остановки сделали раньше назначенного времени. Сделали в августе вот эти новые остановки. И вот посмотрите, вот она новая остановка, ее строители вот этого соседнего дома сломали, я так понимаю, удар был оттуда, с той стороны и все, на этом дело бросили. Наших виновников трудно найти. Сначала строители делают остановки, а потом они их с удовольствием, видимо, ломают. Я не вижу ни наказания, ни исправления. Вот такая остановка уже месяц в таком состоянии находится. Что хотел сказать еще. Вот ко мне обратились водители, которые часто по этой улице Парагожникова ездят. Непонятно одно, почему эту улицу в городе, она единственная, ее обделили с освещением. Вы прекрасно видите, здесь ни одного осветительного столба нет. Освещения нет. Вечером здесь темно. Улица темная, видите, тут хорошо переход. Особенно как сегодня туман стоит. Довольно-таки сложно ехать, потому что людей много. И ходят, и переходят дорогу, и машин много. А освещения нет. Почему, не знаю. Ладно, вы внутри перспективного района не стали делать освещение, но это же не внутриквартальный район. Вот прекрасно видите, что вся улица вот эта Рогожникова от начала и до конца до улицы, пересечения с улицы Тухачевского. Нету ни одного столба освещения. Это что, экономия какая-то или что, я не знаю. Значит, надо обратить внимание. Вот. И еще обратить внимание надо на следующий факт. Вот хочу показать. Хорошо. Все нормально. Видите, какая тут дорога. Что, вот этот кусочек заасфальтировать нельзя? Там нормально, плиточка. Здесь тоже плиточка. А этот участок, может быть, вот это строители разбили тут, я не знаю. Значит, кто-то должен сделать. Посмотрите, что творится. Как тут ходить. Вот такая ситуация на улице Рогожникова, где построили новые жилищные комплексы. И вот такие вот есть недостатки. Ну, видимо, власть этого не видит. Вот я показываю вам. До новых встреч. Каркадин, Саврополь и Ставрополь.